Девушки отдыхают «Стыдливо холодна, восторгу моему едва ответствуешь, не внемлешь ничему, и оживляешься, потом все боли, боли, и делишь, наконец, мой пламень поневоле». Первая встреча Пушкина и Натальи Гончаровой состоялась зимой 1828 года на балу у знаменитого московского танцмейстера. Именно там поэт увидел 16-летнюю, необычно красивую девушку Наташу Гончарову. Она только начала выезжать в свет, о ней уже говорили как об одной из первых московских красавиц. В своем воздушном платье Натали сразу поразила Александра Пушкина своей царственной гармоничной красотой. Очарованный поэт вскоре сделал ей предложение, а ответ получил лишь через два года. «Как девочка, тонка, бледна, едва достигнув совершеннолетия, в день свадьбы знала ли она, что вышла замуж за бессмертие?» Необыкновенная красота Натальи Николаевны поражала московское и петербургское общество, тем самым вызывая зависть и порождая сплетни врагов Пушкина, которые желали лишь очернить личную жизнь поэта. «Была прекрасна? Виновато, значит, такое ясно каждому, как день, и негодуют, сетуют, судачат, и судят, рядят все, кому не лень. А просто ли испить такую чашу? И так ли весело и гладко шли? Дела у той, что сестры звали Таше?» Ревность к Дантесу стала причиной дуэли. Жорж Дантес настойчиво добивался Натальи, хотя она не воспринимала его всерьез. Даже будучи женатым на сестре Натальи Николаевны, француз продолжает свое ухаживание за женой Пушкина. Пэт бросает Дантесу перчатку, тем самым вызывая его на дуэль. Черная речка, зима, снег. Полный интриг, девятнадцатый век. Шпаги в сугробы, отсчет шагов. Тайная битва ярых врагов. Два пистолета, один без пуль. Сплющилось солнце в загадочный нуль. Сходятся, полно, уже пора. Сброшена шуба, блестят кивера. Небо жандармам смотрит на них. Лес затаился, гомон затих. Пушкин, не надо, дрожит рука. Черной змеёю вьётся река. Выстрел, и птицы взметнулись с ветвей. Не было более горьких вестей. Кровь на поверхности снежных ланит. Ранен, чуть дышит, а впрочем, убит. Мы чтить тебя привыкли с детских лет. И дорог нам твой образ благородный. Ты рано смолк, но в памяти народной ты не умрёшь. Возлюбленный поэт. Субтитры создавал DimaTorzok